Нет, подождите, угол ищем, угол. Вот. Да, угол ищем. О, хорошо. Пять станций, шесть команд и пять минут на выполнение каждого задания. За отведенное время ребята должны собрать картины из больших пазлов прямо на снегу. Рядом соперники соревнуются, кто дальше бросит валенок. Смешное и необычное задание особенно веселит участников. А вот на хоккейной коробке атмосфера посерьезней. Конкурсанты должны уметь владеть шайбой. Да, всего лишь попасть шайбой в ворота, но только с достаточного расстояния. Не у всех получается, то есть, ну, просто поиграть почаще. Это же спорт. Несмотря на морозный зимний день, школьники вспоминали лето. Волейбольная станция никогда не пустовала. Опытный тренер учил ребят правильно подавать и отбивать мяч. Можно сверху пронуть, у кого не получается. Играешь? Не, не вижу. После волейбола снежный дартс. Посоревноваться в меткости желающих немало. Но еще больше их у стола с горячим чаем и баранками. Спасибо большое. Понравился очень. Я играл в волейбол, собирал пазл и в снежный дартс. Мне больше всего понравилось играть в дартс, потому что здесь весело, интересно и развиваюсь. Такие спортивные праздники 30-я школа проводит уже пятый раз. В основном участвуют активные жители Заречья. Организаторы рассчитывают, что идею спортфеста подхватят другие тосы и школы. Ребята пришли из других школ города впервые. Вместе с ними пришли руководители. И мы проводим такой праздник. Несмотря на то, что и мороз есть, но тем не менее. Они будут угощаться чаем, они получат маленькие призы. Мы хотим, чтобы вот эту нашу идею подхватили другие районы города, потому что это возможность максимально охватить большое количество людей, привлечь детей, как неорганизованных дворовых, так и школьников, ну и сдружить школы, детские сады, детей районов. Пять школ города уже присоединились к спортфесту. Добрую традицию продолжат и дальше. А сегодняшний солнечный и морозный праздник завершился вручением небольших призов. Мария Беленко, Егор Плюснин, Новости.